Сегодня день должен быть очень насыщенным. Меня позвали на телевидение. Продюсеры, посмотрев мой YouTube-канал, сказали, я их заинтересовал. Я буду гостем утреннего шоу. Представляете? С самого утра мама погладила мой выпускной костюм, а папа все утро рассказывал, как себя нужно вести, хотя сам никогда не был в телевизоре. Родители пожелали мне удачи, и я высоко подняв голову, вышел из дому. Меня наполняла невероятная гордость за то, что мои труды заметили. И вот я уже был на месте. Здание телеканала было просто огромное. Я пришел намного раньше, и чтобы как-то провести время, менеджеры устроили мне небольшую экскурсию в мир телевидения. Это было прекрасно. Везде что-то снимали. А пока мы шли, я увидел много известных актеров. И даже с некоторыми сфотографировался. Мне показали, как снимаются сериалы в павильонах. Самое смешное, что я увидел новую серию своего любимого детектива до того, как она вышла в эфир. Везде были декорации из известных фильмов и сериалов. Это было просто фантастика. Хотя нет, не фантастика, магия. Через 20 минут должен был быть мой выход, поэтому меня отвели в гримерку. Когда несколько людей одновременно работали над моей внешностью, я почувствовал себя суперзвездой. Было как-то непривычно и даже неловко. Когда меня причесали, то мне оставалось только ждать. И через минуту меня позовут. Волнующий момент. И вот, ведущий назвал мое имя. И под аплодисменты зрителей я вышел в зал. Я сел на кресло рядом с ведущим, и мы в течение 30 минут говорили про мою идею. Каждый день проводить по-разному. В эфир звонили зрители, а я отвечал на их вопросы. Многие желали мне выздоровления. Я чувствовал энергию людей. И это очень вдохновляло. Когда эфир закончился, ко мне подошел главный продюсер канала и предложил мне работу. Чтобы свой канал с ютуба перенес на телевидение. Недолго думая, ответил, что я им безумно благодарен за сегодняшний день. Но мой канал стал моей жизнью. И делиться им я ни с кем не хочу.